Очень сильно скучала. На повестке дня вопросы, и их надо решать. Почему я так долго не записывала видео? Во-первых, начнём с оправданий. С отмазок и с поиска крайних и виноватых. Отсутствие дисциплины. Потому что у меня нет надо мной никакого начальства, нет той руки возмездия, которая мне, если что, сделает больно и неприятно. Я никак себя в этом не держу вуздень, не контролирую. Хочу, записываю, хочу, не записываю. Вот такая разнутанная и своевольная, это играет мне не на руку. Я была погружена в личные переживания. У меня случился сложный период в жизни. Таких, пожалуй, у меня ещё не бывало раньше. И я вместо того, чтобы делиться им и выплёскивать свою обиду, боль, непонимание и агрессию не на всех вокруг, а в камеру, это же всё равно как самотерапия. И когда я иногда рассказываю, немного становится понятно, что я хотела вообще от этой жизни, когда я начинаю просто говорить, глядя на себя здесь. Вот, и вот получается неправильная расстановка приоритетов. Я на первое место поставила свою личную жизнь, хотя надо было ставить виртуальный мир и себя. В себя виртуальном мире. Зачем ещё эта личная жизнь нужна? А видео-то само про измены. Во-первых, что такое измены для меня? Помимо очевидных вещей по типу флирта, поцелуев, физической близости, каких-то контактов, для меня сюда же относятся донаты. Это измена. Когда человек донатит какой-то стримерше или блогеру, не в детский дом, ладно, не собакам, но вот какой-то девчонке он донатит, это измена. Лайки — это измена. Подписка тоже, потому что ты кусок, один процент своего внимания уделяешь другой девушке. Скажи мне, по какой причине это происходит? Что такого она тебе даёт? Чего не могу дать я? Что ты там такого интересного увидел, мой дорогой? Ты не имеешь права, с тех пор, как ты вступил в отношения, быть подписан на других женщин, если это они родственницы или какие-то очень старые, стопроцентно проверенные, никому не угрожающие знакомые твои подружки. Тогда да, можно. Но в остальных случаях будь добр, потому что это чревато последствиями. Для тебя ничего не стоит, а девушка будет спать спокойно, понимаешь? Заслужи вот это тотальное, всеобъемлющее доверие, такое большое, чистое, светлое, от самого первого дня, потому что чуть что какой-то взгляд в сторону или на жопу впереди проходящей девушки, уже всё, ты уже не так интересен, и уже чуть что можно тебя бросать, потому что ты козёл. Не стоит так делать. Делать нужно всегда поклоняться одной женщине, она твоя богиня. Если ей делать всё правильно, дарить цветы, внимание, ухаживать, делать комплименты каждый день, любить её и прям купать в этой любви, она тебе много что даст, всякого изобилия и достатков денег. Всё это привлечётся, потому что когда её любишь, она расцветает очень-очень сильно. И от этого идёт такая вот... Ты перескакиваешь со своей полосы бедности, нищеты, со своей убогой линии жизни, где ты был до неё, жил в кошмарном каком-то овраге, в помойной яме сливной, уже уходишь на другой уровень, где тебя любят и обожают, такая шикарная женщина. Нужно это помнить. Каждый день восхвалять, одупеть, приносить дары своему богу. Всё это обязательно к исполнению. То есть я не просто так сейчас говорю, сидите с ручкой, записывайте с листком правила на холодильник себе каждое утро. Начинать с завтрака ей в постель, если она её любит. Могу ли я изменять? Я, конечно, могу изменять в теории. Я могу это выставлять, что да, я такая сука, я могу изменить, я чуть-чуть сразу уйду. Но на практике такого ни разу не происходило, потому что до тех пор, пока я окончательно не порву со своим парнем, которому уже нет чувств и любви, я не могу сделать левых движений в сторону другого парня. Не пойти гулять, не пообщаться нормально, ничего. Потому что я ещё в отношениях, я не хочу, чтобы он выглядел дебилом, что ему изменяет девушка. Измены — это больно, в первую очередь, потому что это сравнение с кем-то другим, где ты проигрываешь. Проигрывать никому не нравится, особенно в плане любви. Ладно на работе, тебя там кто-то обошёл, ты недостаточно хорош и остался там на задворках, но в плане отношений это же совсем другое, там было глубже, там было чувственно, вы вместе, мы на море ездили, и отдыхать, и у вас там столько историй вместе связанных. На вот этих вот историях связана жизнь, то есть все моменты, связанные с человеком, устраиваются в пазл. Это всё большая часть жизни. И когда тебе изменяют, всё вот это остальное, которое было между вами, оно не имеет значения, оно становится, воспоминания, которые ты берёг, становятся теми, которые ты хочешь забыть, и специально её в голове не воспроизводишь. И получается, что эта часть жизни разрушена, её воспоминать неприятно. И то есть я зря копила вот эти воспоминания, их с человеком связывала, чтобы потом вот эту часть жизни просто пытаться мозгом атрофировать, будто этого не было, потому что мне это причиняет боль. Я не могу сопоставить, как мы тут с тобой бездомных собак кормили, и как ты потом пишешь ей комплименты. И поэтому я не буду вспоминать с тобой ничего хорошего, чтобы себя не травмировать. И вот эти события настоящего не отравляли моё прошлое. То есть мне проще уже всё забыть. И чем дольше ты в отношениях, или чем больше парней, которые изменяли, и постоянно приходится эти куски памяти из себя вырезать, как что-то неприятное, как то, что нужно быстрее забыть, тем изношеннее становится жизнь, психика. У тебя воспоминания — это сплошное то, что нужно забыть. я не могу изменить по той причине, что я не представляю вот эти эмоции боли, которые я причиню человеку. Вот это родное, дорогое лицо, которое на меня смотрело с такой любовью и блеском в глазах, которое обо мне заботилось, вот этот мой человек, несмотря на всё то, даже и плохое, что между нами было, я не хочу, чтобы я видела, как на нём отражается та информация, которую я ему скажу, что я тебе изменяла. Или он узнает, и вот вот эта вся боль, то, что я понимаю, что я пронзила его ножом, и ему с этим ножом жить до конца дней, нет, я бы сама не хотела это переживать, и этому человеку тоже я бы не хотела, чтобы он переживал это, нет, никогда не хотела бы, мне очень жалко, это же мой родной человечек, как я могу вообще ему больно сделать, даже несмотря на всё то, что подтолкнуло бы меня к измене. Это разные ситуации бывают, если он бил, там, сам изменял, то пожалуйста, два раза вообще изменить и сказать. У меня есть две истории жизни, которые связаны с изменами. Первая как раз та самая, после которой моё отношение к парням, к мужчинам поменялось навсегда, и до сих пор из-за этого не вылечилась и не вышла, и до сих пор ещё проживаю ту травму, которая была нанесена в 2017 году. Нет, нанесена она была позже. Да, познакомились мы в 2017. В общем, у меня была самая большая в жизни любовь. Такая любовь, которая потом не повторялась больше. Очень сильные чувства. Я познакомилась с парнем на море, на пляже в Анапе. Я лежала на лежаке, он подошёл, чтобы взять у меня деньги за аренду этого лежака. и мне не хватало 10 рублей, я сказала, что потом занесу. Мы простучались некоторое время, и он был моряком, уехал в рейс на Бали, а потом по Тихому океану у них был нефтяной какой-то, как он, крейсер называется, хрен его знает. Короче, танкер большой у него был, он зарабатывал бабки, ну и там в принципе изменял, не знаю, с мужчинами тоже может быть, но в основном это эскортницы, проститутки, всякие портовые шлюхи и прочие женщины. Туда же ещё к этому списку бывшая. Сейчас у неё семья и ребёнок, но на тот момент мы с ней обе были как соперницы в плане того, кому же достанется такой лод, как Дима, моряк, который уже сбомжевался, снаркоманился и опустился полностью по жизни. Вот тогда мне изменил тот человек, от которого я это в жизни не ожидала бы, потому что клятвы были настолько верными, честными, он для меня был просто всем, он был моим богом, я на него молилась, я его обожала, просто готова была его всего облизать, и не просто так, а потому что он, вот что было с ним, такое больше потом мне не повторялось ни с кем, он меня внимательно слушал, каждый божий день я к нему приходила, он мне говорил, расскажи мне ещё что-нибудь, расскажи мне ещё что-нибудь, я ему рассказываю, у нас с ним общее чувство юмора, он смеётся с моих шуток, он их подкидывает ещё, то есть мы с ним на одной теме, как на одной волне, он меня понимает настолько, что и даже шутит со мной насчёт этой истории, которую я рассказывала так, что понимаю и я, и в момент того, как я рассказываю, он мне подкидывает вопросы, он интересуется, он уточняет, и такая, да, типа, ты это заметил, и вот это сказал, делал мне комплименты, при всех демонстрировал, что я его девушка, заступался за меня, всегда, каждый божий день он за меня заступался, даже если я просила, не надо, и не важно, кто был перед ним, я ему жаловалась, что меня постоянно штрафуют на работе, и вечером мы возвращались с пляжа, впереди шел тот самый администратор, который мне бесконечно штрафовал, старше его лет на 30, и мы с ним за ручку идем, и он говорит, что это он? я говорю, да, он говорит, щелкнуть его? я говорю, нет, ну, типа, не надо, она сама такая, ммм, женщина, которой я работала официанткой, меня постоянно задолбливала, так, чтобы она хотела, чтобы я перед ней становилась на колени, и отдавала ей еду на голове, ну, это образ, я говорю, но, по-моему, она, ну, не отказалась бы, если бы так не так подходило, она бесконечно тыкала тем, что я недостаточно обслуживающий персонал, что вот пойди туда, научись, как нужно общаться с клиентами, она, короче, жирная, очень большая женщина, такая грузная, гей, сколько лет было, ну, примерно 40, приходила с моря, и такая, ааа, опять вот официанты какие-то вас по объявлению понабрали, ресторан вроде бы приличный, пойди поучись, как надо, с гостями разговаривать, выпивала по три кружки пива, и шла, и вот она меня обижала без конца, и в один из дней, я прихожу на пляж, сидим мы с моим парнем, с нашими подружками, с нашими подружками, с мальчиками, и сидят вот эти две женщины, и я ему говорю, Дима, это она, это та, про которую я тебе рассказывала, та женщина, которая мне постоянно замечания делает, он такой, точно она? Я говорю, да, это сто процентов, и такая, понимая, что он вот так, он мне руку сжал, и поставил ее, типа, сиди молча, вот так это означало, это жест, что, все, замолчи, и он начинает и говорит, женщина, скажите, пожалуйста, как он ей так сказал, а с какой целью вы ходите по всяким заведениям, и достаете всяких красивых официанток, вот я, например, тоже часто хожу по всяким элитным заведениям со своей семьей, с мамой, но никогда, ни я, ни никто из нашей семьи не позволил бы себя так вести с официантами, или с любыми другими людьми из ресторанов, или других заведений, кто, кто вам дал такое право, почему вы так себя ведете неприлично в общественных местах, я на него смотрю, и я думаю, это свет, или это просто какое-то желтое освещение от Нимба, думаю, боже, за меня заступился, опять мой красивый, такой любимый, мой родненький, тот самый главный факт не в том, что он меня защищает, а в том, что он на моей стороне, всегда был на моей стороне, что я ему не расскажу, всегда все вокруг козлы-пидорасы, и только Настя самая лучшая, и я тебя от всех от них спасу, я тебя от всех от них защищу, просто вот находишься рядом с человеком и чувствуешь такую безопасность, что все проблемы решатся, что не о чем беспокоиться, жизнь это просто блаженство, которое течет по телу и вне времени, ты просто живешь и радуешься жизни от того, что у тебя есть парень, и как сильно я любила находиться рядом с ним, тупо потому, что с ним вот эти чувства, которые и безопасность, и стабильность, и то, что ты всегда выслушана, тебя всегда понимают, тебя всегда поддерживают, ободряют, ты самая красивая, миллион комплиментов, я тебе все подрю, столько обещаний, и все это для меня одной, я просто захлебывалась, думаю, можно чуть поменьше поубавить пыл, но мне настолько сильно хорошо, я просто сейчас сама встану на колени и сделаю тебе предложение, ты самый охуенный, и всех, кого я видела, вот, да, вот это у меня было внутри, это такие американские горки, мы, кстати, ездили на квадроциклах, квадроцикл называется, такая машина по песку, которая катается с большими колесами, вот это был вообще мой идеал, непостижимый, который со мной встречался, мы с ним были в отношениях, и я для него была такая, вот просто Настя звезда, и он для меня, и мы с ним даже внешне были похожи, и все думали, что мы братья сестрой, все бы было идеально и ничего, как если бы этот педик, и в том числе изменял в конце уже, когда его сильно деньги испортили, очень сильно испортили деньги, потому что изначально он был хорошим мальчиком, вот, которого я рассказывала, то, что он слушал меня так, всегда на меня только одну смотрел, это, кстати, не два случая, когда он за меня заступился, еще был один, когда ко мне подошел познакомиться мальчик вожатый, это же все на море, в Анабе происходило, и подошел какой-то красивый качок с целью познакомиться вечером, у них вечеринки были на пляже, а мы там вечно тусовали, ууу, Дима быстро отреагировал, эти воспоминания нагреют душу до сих пор, никто из парней его не переплюнул, Никто и никогда Не сделал мне таких Ощущений Как те дебильные отношения На пляже В общем Дебил Вот зачем Вот зачем он это все вытворил Я бы его любила Мне кажется, я до сих пор его люблю Иногда это кажется Там я вспоминаю о своих других бывших Думаю, да я всех люблю Они все хорошие мальчики Каждый по-своему Но Дима Моряк Это вообще пьедестал чистый Все для меня Все для меня Подарки, цветы Ой, у него было воспитание Он такой галантный был Так, короче, мы вернулись к изменам Это была первая история Что во мне заменил Мой отец Димочка Котенок Зачем он это вытворил Придурок тупой Но все равно мы с ним не были вместе Потому что у него Были зависимости Очень много разных зависимостей Все, наверное Все грехи Сконцентрировались О, Дима Потом был другой парень Нет Этот лох был до Димочки Другой парень Оу Из Владикавказа Опять же Познакомились с летом Встречались Дружили Все офигенно Единственная Загвоздка Он сказал Что у него нет социальных сетей Он не сидит В социальных сетях И у него вообще Нет никаких страниц Я Просто сказала Окей Хорошо, вообще без разницы Пофиг Нет, так нет у нас была компания друзей общих все его мальчики друзья и мои девчонки с моей стороны мы тусили вечно либо дома сидели либо ездили на море ходили гуляли катались на машине так проходило время какой-то из дней когда была очередная попойка компания это пила это очень давно было я еще была малая еще веселье было это набухаться не совсем мало этот 2016 не за 20 уже было называется вписка мы сидели всей компании большой дружной друзей слушали музыку пили алкоголь ели еду разговаривали общались шутили смялись и ржали вот такое времяпровождение довольно веселая сейчас бы тоже не отказалась но другой компании и когда все разошлись спать я стала слушать музыку на кухне сделал ноутбук я захожу такая вконтакте чтобы поставить музыку и вижу просили друзья вот такой маленький квадратик фотография апатарочка своего парня который спит который сказал что у него нет социальных сетей он их не ведет а страница основная открыта одного из его друзей которые эту легенду никогда не опровергали я чувствую такой удар еще поддых меня все тут оказывается все это время наёбывали я захожу на эту страницу своего парня который видела впервые за полгода отношений и нахожу его девушку небывшую ее аск в котором он периодически ездит в свой город и велится с ней все подарки которые он ей дарил все их общие праздники их почти уже семейную жизнь потому что они вместе уже как три года и до меня доходит не бывает на белом свете человека без социальных сетей нет меня жестко наёбывали все это время я все это время была любовницей не по своей воле потом понесли жесткие разборки с элиной ее кентами и друзьями понеслись слезы истерик и расставаний и прочая канитель которая повела за собой вот такие последствия что я не верю мужскому полу каждого ну хоть чуть-чуть меня наёбывал вопрос к себе почему выбираю таких парней а я не выбирала я никогда не хотела быть обманутой никогда и теперь обжегшись на этих молоках на этих молоках я дую на воду хотя кто знает может это и не вода опять же в общем парень меня очень сильно обманывал будучи в отношениях с другой девушкой для неё я тоже была открытием потом в процессе выяснения оказалось что он еще успевал парафинить меня параллельно но спустя год а потом еще и два потом еще три в общем он каждый год объявляется и хочет возобновить отношения кстати как тот парень с прошлой истории димочка я не могу как бы сильно диму не любила не обожала каким бы он самым лучшим на свете не был я не могу я не хочу я не люблю это прошлое это с ума сошел как нам советуют всякие коучи тренер тренерши психологи и подружки есть некий список правил которые если соблюдать это тебе не будут изменять нужно быть в себе уверенной нужно постоянно чем-то заниматься быть вечно занятой и ускользающей нужно себя любить его ублажать ему стирать готовить убирать в общем делать для него все и заменять ему весь мир и в то же время быть немножко на расстоянии вытянуты руки чтобы он тебе не изменял какой бы ты ни была тебе всегда могут изменить потому что для одного мужчины вот это ускользание будет наоборот стимулом побуждением тебя догнать и достать то что вот они столько всяких дел буду я чаще приглашать на свидание буду еще больше уделять и внимание у него загорается эта искра а для другого это ускользание будет означать то что ну не слишком много дел а вот тут у меня секретарша или да девчонка у меня в соцсетях она вот общение занята она мне уделяет внимание она на меня смотрят и делать мне комплименты она просто есть я хочу этого внимания которого я недополуча от своей женщины либо все может быть слишком хорошо или слишком плохо что бы ты ни делал это всегда может побудить к измене может не побуждать вообще ничего понимаете это не имеет значения как ты себя ведешь не может быть никакого правила которое тебя сто процентов обезопасит хоть ты в церкви венчайся все равно тебе могут изменить просто по своим личным соображением ты даже не можешь не узнать никогда почему может он в собой поспорил вот если я еще с изменю то тогда мир не умрет поэтому обезопасить себя никак нельзя от измены есть другой вариант хочу рассказать список который нужно сделать будет получается что обезопасить себя от измены нельзя но как же тогда вступать в отношения и что с этим делать это стоит принять факт измены совершенной или несовершившейся как смерть что измены они существуют они могут быть они есть у кого-то в жизни у вас нет может быть пока а может быть никогда не будет измены это как смерть и факт измены вообще это слово и понятие следует принимать как смерть она может чтобы случиться сегодня а может не случится а может быть где-то там далеко далеко а вообще когда то тебе уже не важно будет если бесконечно об этом думать и напрягать себя чтобы мне такого сделать как бы мне сегодня одеться как привлечь его внимание чтобы никого другу не смотрел это может не работать то же самое что ты всю жизнь боишься пожаров всегда все дома выключаешь но выходишь на улицу и тебе батарея падает с окна на голову и ты умер никогда не угадаешь просто нужно это принять что это существует и помнить что это не в твоей жизни это у кого-то там есть они существуют эти измены в моей нет и думаю что не будет изменить или повлиять на то что тебе изменит или бросит мы никак не можем чтобы не делали вообще и как бы не хотелось сколько бы даже разговоров клятмы не брали не проводили для того чтобы пожалуйста не уходи 2 поклянемся всегда вместе быть какой бы громкой она ни была хоть его алтаря священнику все это не имеет значения все слова они не имеют никакого значения что остается делать есть один план у меня для того чтобы это принять и спокойно выдохнуть нужно придумать себе самый катастрофичный план измены например продумать его детально я уехала в командировку на два дня и муж остался дома у нас с ним отличные отношения его очень сильно люблю но в какой-то момент я понимаю что забыла дома важные документы и решаю вернуться домой и застаю в кровати с ним свою мать и также ее мать с которыми они все находятся в половом акте они все занимаются сексом очень весело и они любят друг друга я стою ошарашенная в дверях не понимая что происходит это моя мама и бабушка и мой муж и из ванной выходит отец чтобы к ним присоединиться и меня никто не позвал и не предупредил вообще это не входило в мои планы я собиралась сейчас ехать в командировку тут мать с отцом заявляют что на самом деле никогда меня не любили а любили только его и они собираются что стать шведской семьей и уезжать все вместе а я им нахрен не нужна и все имущество они оставляют для моего мужа также что еще там страшно может они забирают с собой собаку и вообще и вообще они позвонили ко мне на работу и я теперь уволена потому что они слили все мои записанные на диктофон разговоры о моем начальнике вот что они сделали и теперь и теперь что и заходит полиция и на меня написали донос за махинации финансовые меня сажают в тюрьму и и меня там все насилуют женщины и мужчины всякому не попадя вот какой может быть самый катастрофичный сценарий который сейчас выдумала нет это было и в моей жизни в общем вы продумаете какой-нибудь дебилистический тупорылый рассказ где все все с каждым предложением становится все хуже и хуже так что уже кажется что это абсурд но такая чушь и и еще больше пытайтесь сделать из этого полный бред и когда вам эта измена обесценится настолько что уже будет настолько с нее и смешно и дебильно и глупо вы отпустите эту ситуацию она не будет для вас ничего такого значить это это схема мне помогла при записи первого видео на youtube я придумала историю о том как я записала естественно у меня есть дневнике о том как я выкладываю первое видео на youtube и все люди в мире с меня ржут и говорят какая я тупая и дура и родители от меня отворачиваются и со мной перестают здороваться и бомжи меня пинают и харькают короче что-то ко мне она выдумывала и я подумала о господи такого точно не может быть и я сразу же по моему тот же день записала видео выложу на youtube хотя до этого я стремалась стеснялась боялась не будут еще причин чтобы этого не делать ну и короче вы придумали эту красотрофичный сценарий этот что вот изменили мне и вам полегчало вам нужно полегчать обязательно на некоторое время дальше придумывайте план в торговых центрах и в магазинах повсюду на стенах висят план эвакуации при чрезвычайных ситуациях вот ваша задача составить себе придумать такой же план в случае если ваш муж вам изменит то есть нужно подготавливать почву уже сейчас на себя что-то переписывать что-то на свою маму придумывать уже с какими друзьями вы будете общаться продолжать с какими нет что вы себе заберете находите себе новые дела хобби бизнес потихоньку откладываете деньги с ваших общих счетов себе куда-то в нычку если он вам изменит то у вас будут пути обхода отхода что у вас уже есть своя квартира которая вы выплачиваете ипотеку машина бизнес ваши дети все вы заранее себе придумайте что вы заберете с собой какую часть жизни вы заберете с собой какую ему оставить и если он вам изменит придумайте все заранее и тщательно прям серьезно отнеситесь к этому вопросу что вам останется если вдруг вы не до конца вместе не до конца вашей жизни вы сейчас вместе на протяжении десяти лет или пяти или трех а а жизнь долгая вам еще вместе быть даже не десять и не двадцать пятьдесят лет минимум если от начала до конца то вот такой срок еще целая жизнь она долгая она длинная жизнь очень тягучая она идет бесконечно до самой смерти и быть уверенной в том что если сейчас он вам делать массаж ног и целуют в лобик перед сном что так будет до конца жизни это очень хорошо нужно в это верить точно но на всякий случай нужно всегда иметь в виду запасной вариант обходной никто не думает о том что будет террористический акт или война но во всех городах есть бомбу убежища существуют лекарства потому что все хотят же долго и вечно но все равно придумывают средства медицины чтобы спасти людей вы тоже должны придумать то что вас спасет то что сделать вашу жизнь и легче и лучше чтобы вы не уходили потом в депрессию и не были как с отрубленными руками что вот был человек вот она была моя жизнь и она просто вся рассыплась от появления какой-то суки у меня теперь нет ничего он все забирает забирает детей собаку и уходит к ней какого хрена чтобы с вами справедливости нет начнем с этого чтобы с вами не поступали по несправедливости о себе позаботьтесь в первую очередь когда самолет падает мы что используем маску своему ребенку в вашем случае в ребенок внутренний чтобы он не страдал и не лечился потом от слишком большой потери от невыносимой утраты смиритесь сейчас что такое возможно придумайте себе план и путь для обхода что я сделаю когда мне изменят что я сделаю у меня уже все готово просто пока у меня там еще интересная жизнь меня ждет я уже даже жду не дождусь что ты мне изменит чтобы наконец-то жить счастливой жизнью у меня 250 хобби и бизнесов у меня уже план что наконец-то я по утрам смогу делать пробежку и отвозить детей в сад а потом ехать на свои йоги и пилатесы так что я немного чего потеряла а изначально изначально еще до того как изменили нужно нужно присматриваться к человеку куда он смотрит как себя ведет с девушками как отзывается о других девушках о своей матери как он идет в компании с вашими подругами куда подойдет его взгляд как он общается с официантками и прочим все имеет значение и прежде чем вырабатывать к нему это доверие не закрывайте глаза розовыми очками на вот эти красные флаги что если вы замечали что он флиртует с не знаю администраторами какими-то девчонками если вы замечали что он хихикает с продавщицами ну понимаете если человеку это не интересно он бы не стал так делать если ему не интересно внимание противоположного пола он бы не стал так себя вести значит есть какая-то потребность во внимании и если для вас это нормально не стоит пересматривать свои взгляды потому что у меня и у других девочек они другие если в ваших отношениях это норма значит так тому и быть значит действительно вам повезло встретить человека с которыми комфортно и вам и ему но в моем случае я постоянно обозначаю что для меня приемлемо а что нет потому что если я нахожусь рядом и со мной активно смеются не знаю мой парень с другой девушкой это куколдизм где куколд куколд это я если кому-то делать при мне комплименты мой парень при мне даже не при мне в любом случае делает кому-то комплименты и это неприемлемо я обозначаю тебе нельзя делать комплименты актрисам в кино нельзя тебе говорить что ты на нее дрочишь нельзя доверие оно легко зарабатывается оно изначально вот такая гладкая поверхность то есть оно выстраивается так выстраивается все хорошо я могу доверять этому человеку я его люблю все отлично но тут какая-нибудь фигня по типу какая-то маленькая ложь и все и мне человек этот нахер больше не упал отношения это утопия в какой-то степени тоже придумали да два разных абсолютно человека с разными травами судьбой должны вместе прожить до конца своих дней если встретиться лет в 20 даже и умереть в 90 это 70 лет нужно посвятить свою жизнь одному человеку и всегда это выбор должен быть один раз и правильно верно вот так же нас учили 70 лет это вот сколько я прожила еще еще до хера раз я не могу так быстро считать и все 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 девчонки и мальчишки всех целую всем пока люблю скучала и все